Поселок, где я по воле проведения и по приглашению одного из местных жителей очутился, это очень большая территория на склоне горы, огороженная со всех сторон. 220 темно-красных домиков на лоне природы предназначены для отдыха обеспеченных евреев из Нью-Йорка. Тут живут только глубоко верующие и активно работающие люди, и все идеально приспособлено для их отдыха. В центре территории и теннисные корты обратите внимание на уведомления. Теннисный корт закрыт по шабатам и праздникам. И бассейны закрыты, и открыты, детские и спортивные площадки, естественные красоты, изумительно живописное озеро, девственный лес, даже ностальгические стройненькие березки. Вот уж чего у нас на юге нет. Лужайки, понятно, идеально подстрижены. Тут живет один американец, ну в смысле не еврей, а американец, Джон Хэнди Мэн, мастер на все руки, имеет бесплатное жилье и зарплату 42 тысячи долларов в год. Разумеется, место сбора общества синагога с большим залом, где молятся по субботам и праздникам. Между прочим, акустика. И малым залом, где по будням жители поселка благодарят Всевышним за то, что им в Америке жить хорошо. Когда проходил свой утренний лист Талмуда, после молитвы застал сценку. Дедушка с внуком изучали Талмуд, и внук, более осведомленный, растолковывал что-то дедушке. И надо ли упоминать, что совет поселка в Орле продает тут дома только тем, кто идеологически и социально соответствует. Обстановка настолько расслабляющая, что кому-то случайно попавшему сюда, вроде меня, может показаться, что он глубоко спит. Или даже умер. И Господь, по великому милосердию своему, высоко оценивший его прижизненные заслуги, решил поместить его сюда, ибо он, как это, заслужил покой. Здесь, на субботней молитве, я неожиданно встретил выдающегося человека, которого не видел 20 лет, и которого покажу вам в следующий раз.